Задав тут близко, я думаю, а насчет головонодых Морюцков, что-нибудь есть? Да вроде бы есть. Вот я не берусь судить. Не очень хорошо знаю этот материал, не берусь излагать. Можно? Мне еще посещалось быть близким лично с Александром Романовичем Бурье. Мы жили... Это вам не заведу. Да. Но я как бы думал, он не задал вам этот вопрос. Кружескому задавал, он мне ответил. Вот я вам задаю. А что такое мысль? В физическом смысле. Не в философском. Нет, на отличать в философском смысле я бы просто вообще не взялась. Даже не пытаться. А в физиологическом смысле, очевидно, каждая мысль – это какая-то, как говорил наш шеф, констерляция возбужденных нейронов, которые, специфических нейронов, которые реагируют на разные элементы анализируемой ситуации, возбуждаются, и вот эта констерляция активных специфических нейронов отражает тот или иной акт и момент в процессе мышления. Ну, наши коллеги, вот Юрьевич Александров, так сказать, вот в его работах можно найти, хотя они работают на очень простой модели, на выработке какого-то пищедобывательного навыка, но судя по тому, что по тем картинам работы мозга, вот каждый момент психической деятельности, вот он каждый отражается в мозге созданием этих мобильных констерляций нейронов. Юрьевич, посмотрев эти хиты с Бетти, достающие и делающие каждый раз крючок, он сказал, а помните про нейрон бабушки? Вот может быть у нее уже есть нейроны крючка, и поэтому в новой ситуации вот она работает, этот нейрон, узнающий, программирующий изготовление, опознающий крючки. Ну, это пока вот, так сказать, ну, оставим. Вопрос такой. Вот не пробовали сравнить те парочки, которые больше всего напрашиваются, а именно сравнить ворону и попугая между собой, кто из них выше, как у них нет. По поводу ворона и попугая в нашей лаборатории, вот Анны Анатольевны Смирновой и Татьяны Анатольевны Обозовой проводились такие исследования. Помимо того, что можно подчеркнуть из литературы, косвенно сопоставлять и говорить о том, что спектр когнитивных способностей врановых и попугаях очень близок, и те и другие во многом достигают уровня человекообразных обезьян. Это путем анализа литературы. У нас проводились непосредственные прямые исследования ворона и попугая по их способности к обобщению, способности к символизации. Сущие различные и те и другие формируют довербальные понятия, то есть достигают высокого уровня обобщения, когда, например, они обобщают признак сходства и применяют его к стимулам любых категорий. Далее. И те и другие обладают способностью к символизации. То есть усвоив, скажем, обобщив признак число, определенное число элементов, 5 до 8, они могут связать вот это число элементов, связать с символом, ну, в нашем варианте с арабской цифрой, и оперировать уже цифрами в отличие. Это могут и наши вороны, и еще более ярко и показательно это делал покойный попугай Алекс, Уэрин Петерберг, который все это еще, к тому же, озвучивал. У нас вороны выбирают карточки, там нажимают на стимулы, а попугай этот произносил слова, и все, что его спрашивали устно, он те же вот свои решения доносил до экспериментатора вот с такой хорошим английским языком. Поэтому какие-то различия между ними естественны или возможно обнаружатся, но вот в целом вот спектр у них совпадает. Ну, можно сказать, что попугай вот этот, обученный общаться с человеком, но это отдельный случай, а в основе этих, так сказать, этого замечательного поведения все лежит, все равно лежит высокая способность к обобщению и к символизации. Крысы, то, ну, все, конечно, можно, но ничего. У крыс, насколько я понимаю, есть способность к обобщению на довербальном уровне, на допонятийном уровне, то есть обобщать они могут стимул в пределах одной категории. Вот обобщили, что нужно выбирать там стимул, похожий на образец по цвету. Учили с тремя цветами, предъявили другие цвета, и они вот в пределах этой категории цвет продолжают выбирать по шоу-то способу разцов. Как с переходом на другую категорию стимулов, боюсь, что не очень. И если провести вот такое сравнение, если помнить о том, чуть ли я не выкинула, что ли, эту таблицу, действительно, человекообразные обезьяны обладают рядом способностей, которые совершенно отсутствуют у более низкоорганизованных животных, если не брать вот врановых, попугаев, слонов, дельфинов, где-то тоже частично имеется. Все остальное у всех остальных животных ничего похожего на способности к рисованию, к усвоению языков посредников, к узнаванию себя в зеркать, ну и там целый ряд других. Все это полностью отсутствует. И это не просто вот так вот у меня глупее, это реальная характеристика, которую вот можно расписать и конкретно охарактеризовать. Поэтому вот этот термин, ну, мне представляется таким вот важным и полезным. Вы знаете, в присутствии Жанны Ильиничны задавать этот вопрос мне, это просто, ну, я думаю, что на этот счет существуют разные мнения. Вот если бы на этой трибуне сейчас, как положено, стоял Евгений Николаевич, он бы вам ответил, что все, нет, не так, не похоже, не передают. Классическая, общепринятая точка зрения, что существует язык пчел, и что они кодируют и передают другим пчелам информацию о направлении на источник меда, а те ее воспринимают и правильно летят. Вот таковы общепринятые представления. Хотя их все время, ну, кто-то пытается опровергать. Я вот, ну, воспитана, что ли, всю жизнь как-то усваивала вот эти классические представления, и мне, ну, вроде бы, так оно и есть.